Дорогие друзья, встречайте! Ведущий стратегического клуба веселых и находчивых, Вице-чемпион высшей линии КВН в составе команды эскадрон «Пусар» Андрей Лопухин. Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Приветствую вас, военные ракетчики! Вы знаете, чрезвычайно приятно, что рядом со столицей нашей Родины, Москвой, Находится столица ВСН «Власика». «Власика», приветствую вас! В последнее время в вооруженных силах Российской Федерации Организовывается различного рота соревнований и игры. Вы, наверное, слышали, что моряки играют в морской бой, Летчики в авиационный дартс, танкисты в танковый биатлон. Но, ну что ж, настал черед ракетчиков. Ну, как вы сами понимаете, что в некие бои ракетчики играть не могут по определенным понятиям, Потому что последствия будут просто непредсказуемые. И поэтому ракетчики решили сыграть в КВН. Мне ничего другого не остается, как сказать. Мы начинаем стратегический КВН. Ваши аплодисменты. И что ж, дорогие друзья, давайте так, поактивными аплодируем! АПЛОДИСМЕНТЫ Девчонки, приятно, сейчас находиться в этом чрезвычайно переполненном зале С людьми, которые понимают шутки, юмор, смех и так далее. Потому что мы с вами находимся на финальной игре стратегической лиги И на Кубок командующего ракетными войсками стратегического назначения. И это тоже, видимо, заслуживает определенных аплодисментов. Ну что, никакая игра, конечно, невозможна без участия в ней команд-команд клуба Веселых и находчивых. Поэтому я с удовольствием приглашаю на эту сцену команды-участницы Финальной игры стратегического КВН. Встречайте! Команда КВН «Ключ на старт» Военная Академия РФСАН имени Петрова Великого, город Москва! Команда КВН «Крэц» Тековское стекение РФСН, город Теково, Ивановская область! Команда КВН «Крэц» Команда КВН «Шестидесят два точка РУ» Участница Семьего РФСН, город Кужин, Красноярский край Команда КВН «Чёртовая фюжинка» Ясное стекение РФСН, город Ясный, Оренбургская область! Команда КВН «Словенский базар» Город Словенск, Астрозанская область! И ваши любимые звезды для всех команд-участниц в сегодняшней финальной игры! Ну, вы знаете, конечно, сегодня игра не состоится, в любом случае состоится, вне зависимости от количества зрителей, я думаю, что к утру, когда мы заканчиваем нашу игру, да, ребята, где-то до утра мы планируем здесь потусоваться, правда? У нас соберется полный зал, и мы с вами, ну, сумеем наконец понять, что ракетчиков на власть их много! Друзья, давайте ещё раз поаплодируем друг друга! Итак, я снова хочу представить людей, без которых сегодняшняя игра так, как и без команды состоится, потому что игру команд, их искрометный юмор, шутки, веселье, удачные какие-то, как они говорят, заезды на шутки, должны оценивать. Люди, которые, ну, как минимум, в этом деле разбираются, я сейчас говорю о стратегическом, о военном КВНе. Итак, друзья мои, с удовольствием представляю членов нашего сегодняшнего жюри финальной игры стратегического КВНа. Начальник группы информационного обеспечения, управления пресс-службой информации Министерства обороны Российской Федерации по ракетке войска стратегического назначения, полковник Егоров Игорь Владимирович. Прошу вас на свидание. Главный эксперт управления культурно-доскоповой работник, главного управления по работе с личным составом Уваженных сил Российской Федерации, полковник Нелепин Александр Николаевич. Удовственный руководитель ансамбля «Песни и пляски. Красная звезда», подполковник запаса Неклюдов Олег Дмитриевич. Заместитель директора дворца культуры городского округа Власиха, комбинат запаса Лешко Юрий Иванович. Заместитель командующего ракетными войсками стратегического назначения по работе с личным составом, полковник Филанов Андрей Михайлович. Друзья мои, девушки, проходите в зал, садитесь у нас много, у нас много свободных мест, прошу, не стесняйтесь, друзья. Итак, ну практически сегодня все представления сделаны, и поэтому мне ничего не остается, как сказать вам, друзья, ни пуха, ни пера. Идем готовиться. А я хотел бы сказать, пока команда готовится к выступлению, что уходящий год стал знаменательным как для ракетных войск стратегического назначения, которые, кстати, отметили свое 55-летие, с чем я вас поздравляю, так и для всей России, в состав которой вернулись Крым и Севастополь. Это историческое событие стало возможным благодаря грамотным и решительным действиям военнослужащих вооруженных сил России, за личным составом которых в общественном сознании закрепился образ вежливых людей. Команде можно готовиться, пока я рассказываю, не стесняйтесь. Именно поэтому тема нашей сегодняшней финальной игры стратегического воена на кубок командующего ракетными войсками стратегического назначения звучит так. Вежливость, убойная сила, друзья. Такая тема нашей сегодняшней игры. Сегодня команды будут состязаться в конкурсной программе, которая состоит из трех конкурсов. Это приветствие, конкурс новостей и конкурс одной песни, музыкальный конкурс. Итак, мы начинаем по традиции с конкурса приветствия. Приветствия. Тема конкурса звучит так. Вежливые мы. Максимум за конкурс приветствия 5 баллов. Это я для нашего уважаемого жюри. И начинаем приветствия. Команда КВ «Ключ на старт». Военная академия КВС, город Москва. Поехали. Поведет большая санкция большая. Только ты, ракетчик, не спишь. Запускай, соседи. Путин сбит. Медведев не проспит. Свой пуск, малыш. 17 декабря исполнилось 55 лет РВСН. Поговорим о том, каким должен быть настоящий воин-ракетчик. Ну что, Ключ на старт, поехали! Настоящий воин-ракетчик в первую очередь должен любить свои ракетные войска стратегического назначения. 55 лет РВСН. Событие мирового масштаба. А вы бездельники. Служим Российской Федерации. Да хватит. Служить? Пора. Петь надо. Про ракетчиков. Про ракеты. А песен-то нет. Есть, товарищ полковник. Ну? Нажми на кнопку, получишь результат. Ну развивайте. Танцуй, Россия и плачь Еврока. А у меня самая, самая, самая красивая кнопка. А ракеты где, я вас спрашиваю? Я спросил у Тополя. Где? И? И я ответил Тополь мне. Чего? Покидают родные края. Тополя, тополя, дембеля. Не понял. Не вопрос. Сразу про взрыв. Тополины. Бум! Ужарщины. Ночи так летят. Настоящий ракетчик должен быть экономным. Взяли с Ленкой ипотеку. Сорок тысяч в месяц взнос. У меня зарплата тридцать. Как прожить нам? Вот вопрос. И вчера на день рождения Смог жене подарить. Настоящий ракетчик должен быть психологически уравновешенным. Особенно на боевом дежурстве. Эй, воин. Да ты, кто это? Кто? Это я. Кнопка пуска. Кнопка! Да кнопка, кнопка. Давай, нажимай на меня. Нет, не положено. Я не имею права без приказа. Да жми давай. Может, тебе за это отпуск дадут. Отпуск. Но не будет после этого за границей. Жми. Ты все равно не выездной. Нет. Слабак. Ты как на службу добираешься? Пишком. Пишком. А представь, что ты на новеньком Порше Каене едешь. Порше Каене? Да. Салон классный. Кожаный. Да. Климат-контроль. Да. И тут какой-то урод в левом ряду, как баран плетется. Урод. По сигнал этому уроду, пусть сваливает. Да. Давай, жми на стопку. Нет. Эх ты. Тебе Машки с санчасти нравятся? Ну да. И что? Ноги у нее длинные. Длинные. И фигура классная. Классная. И грудь большая. Большая. Ну так жми, да не жми, давай. Нет. Лейтенант Петров, задача выполнена. Сдай боевое дежурство. Есть. Мне кажется, что настоящий ракетчик должен быть романтичным. Петровна. Ты че припьешься? Я тебе сапоги новые полгода назад выдавала. Да нет. Ты это. Выходи за меня. Че? На дежурство, что ли? Да нет. Я это. Вот. Это че? Ну ты просила с утра ромашку заварить. Я заварил. Ой, да не надо было. Любит. Не любит. Любит. Согласна. А еще. Настоящий ракетчик должен быть музыкальным. Выступает вокально-уникальный ансамбль. Почему бы не в цель? Ты что с сестренки моей не сиделась? Ей, как девушке, жить бы дожить. Мужика она переоделась. И в пехоту подкрыгнулась служить. От кармонов армейских не скрыться. Наш народ, ты же знаешь, глотас. Как же пани с мужчинами мыться? А представь это что-нибудь ста. Да кто там ста? Да кто там ста? Настоящий ракетчик должен уважать своих товарищей из других родов войск. Кстати, мало кто знает, что в начале августа отмечают не только День ВДВ, но и День Железнодорожника. Представьте, в поезде встретились десантник и проводник вагона. Заводи вагон, командир десантура! Вперед, зановые! А ну-ка, все! Заткнись, полосатик! У меня сегодня тоже праздник, но я же не ору. За РЖД! РЖД лучшее! Да ты знаешь, кто я! Я гордость рязанского десантного училища. Да я позор куйбышевской железной дороге. Да у меня 50 прыжков с парашютом и разряд по стрельбе. А у меня вагон гастарбайтеров из Москва, Душанбэ. Да я автомат с закрытыми глазами разбираю. А я с закрытыми глазами белье собираю. Видишь, кувак, ударишь, будешь болеть. Видишь, ключ от туалета, закрою, будешь терпеть. Э, славяне, какой сейчас месяц? Август. Правильно, День ВВС. Ну-ка, Масута, вместе со мной. За ВВС! А еще, настоящий ракетчик должен быть вежливым. Поэтому, ради бога, извините, что не говорим вам прощай. Мы говорим, до свидания! Без ракет, без ракет. Нас никто не станет слушать без ракет. Ничего решить не сможем без ракет. Без ракет, это суперитет. Семья, без ракет. Семья, без ракет. Семья, без ракет. Семья, семья, семья. Семья, семья, семья. Семья, команда «Квын» ключ на старт. Город Москва. Командование РВСН выражает благодарность администрации городского оборудования в Лазико. В лице главы Агафоновой Ольги Владимировны. За помощь и поддержку в организации финальной игры «Стратегический КВН» сезона 2014 года. Спасибо вам, Ольга Владимировна. Ну а мы продолжаем выступление, конкурсное выступление. Напоминаю, конкурс приветствия «Вежливые мы». Финал «Стратегической лиги КВН» на пубок Банущева. И на сцене команда КВН «Крэц». Город Теньково. Встречайте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здесь со мной без проблем Нас тратит и счастливый табы. Вас вежливо приветствует команда Рекостных Энтузиастов Энтузиастов Силанд Своё. Итак, поехали! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Силанд 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Что, вежливость она такая, вежливость города берет. Да? А я что-то слышала про полуостров. И если мы сказали, что вы родите наш Крым, мы ответим, что вы все уходите. Ну, а чтобы дальше совсем не скучать, Донбасс предлагаем Чечне передать. Хорошо! А все ли будет хорошо? Ну, не знаю, не знаю, что будет хорошо. В 90-х годах вообще, когда был кризис, все скупали, ну все, спички, макароны, соль. Так этот кризис продолжается, и сейчас продолжают скупать телевизор, машины, квартиры. Боже, до чего страну довели? Они наложили на страну санкции. Спокойно! Еще неизвестно, команда этого будет хуже. Но здесь, в саду, даже шорохи, Все детали на этой сны. Есть ли знали ты, Как им дороги, И в варшавские ядрочки. Есть ли знали ты, Как им дороги, И в варшавские ядрочки. А на Украине недавно прошло распределение государственного бюджета. Давайте посмотрим, Как это выглядело. Даже в Украине не все всегда проходит власть. В саду, не бюджет на этот год. Принятие должно было еще до новогодних праздников, Но оппозиция тогда заблокировала работу парламента. На этот раз тоже не обошлось без скандалов. Депутаты оппозиции колоцировали стычки с коллегами, Даша, отключили систему голосования. Такие вот дела! По указу Путина были снижены цены на бензин. И извините, товарищи дальнобойщики, Про соляру не было сказано ни слова. Чтоб в госдепе светиться, Не нужно учиться. Кромная рыжая женщина Издали сразу видна. Воздухом горным моском В виде объединена. Чешут затылок географы, Съехал Джеймс с ума. Флот порастить я отправила, В Белоруссии моря. Да, с такими формами Можно обойтись совсем без содержания. Как тебе не стыдно? Это же невежливо. А мы сегодня должны говорить вежливо, Поступать вежливо. Не, ну я очень вежливо. Бабу! А у нас реклама. А я Америка, жадная и черствая. А я Франция старушка, А Америки подружка. А я германская страна, Мне Америки нужна. Ты скажи, нет, ты скажи. Нет, ты скажи. Я уже говорила, Теперь они наши шпроты Не покупают. Перед вами друзья. На, на, Дружная семья. Ну-ка, страны стали в ряд. Тополь М вам очень рад. Где-то недалеко от России. Москва! Господи, что в воздухе твоем? Нечем бежать, Так режет глаза. Тущий глаз Над Москвой Он Многородный, Но серый разъют. Выживет Лишь Поросит. Вы знаете, Очень значительно Честная общественность Возмущена Агрессивностью Российской газовой политики, Особенно в отношении Украины. Конечно. Русскому медведю Зимой всегда тепло. Ха-ха-ха-ха. Зато кое-кому Сейчас зимой холодно. И вообще, Мы бежево так Напоминаем, Кто к нам с санкцией придет, От нее и Огребет. КВМ Почнется, Если Воскреснемся, Будет Все нормально, Если власть КВМ Вольта Часит Камена, как праздник, Камена,гиарна? По всю жife allows, ты смеются на бою! Смет себе витки! Ни гар один хакист, вы же не найдете? А нам так не надо! Как все гладете точно? Хоброе утро! Вам скажут даже ночью, а можно работать. Но с ней, а не проблема, какая работа, когда такие темы. Когда вы гонгали, каждый день так. Высказываем КВНу. Да, да, да. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Друзья мои, командование, армкомитет и команда финалистов стратегической лиги КВН поздравляют коллектив дворца культуры городского округа Власика с 50-летием со дня образования. Юрий Иванович, ваше лице мы поздравляем всех ваших сотрудников. Спасибо вам. Желаем дальнейших творческих совершений, благополучия, процветания. И чтобы на этой сцене было людей так же много, как в вашем зале. Чтобы все было, кстати, соразмерно. Ну что, мы продолжаем, друзья. Продолжаем. И на сцене, как вы, наверное, заметили, команда КВН 62.ру. Ужуцкое соединение РСМ. Прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ Команда КВН 62.ру. Главное не вокал, главное от души. Ау, я ни разу еду на проливе до этого дня. Точнее до вечера. Но когда сюда сегодня команды добрались без труда, мы выиграем, конечно. Сушура, Сушура, мы с вечным имбраншуром приехали, Сушура, нас классика встречали. Здравствуйте, товарищи, мы начинаем. Ну что, а вам нечего показывать? Как это вам нечего показывать? Вы что, за месяц только песню придумали? Ну так она же классная. Ну да, 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 да. Егор, мы что-то придумали? О, что там? Мы песню переделали. Господи, да что вы к этой песне прицепились? Ну она же классная. Ну да, 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 да. Давайте попробуем. А мы подарок для Шури, Твой суд отнесли, Его и соберите. Распили, разбили, разбили и пролили, Пролили на проливе. Ребята, ну что вы поете, идите сюда. Между прочим, мы приехали из Сибири, А все знают, что сибиряки самые вежливые в мире люди. У нас даже на вооружение поступил новый ракетный комплекс «Рафаэлла». Ракетный комплекс «Рафаэлла» вместо тысячи слов. Ну что, друзья, меньше слов, больше дела. Начинали! Вновь из нас выросли в семье военнослужащего, Поэтому знают, что страшнее бабайки папа-полковник. Представим, парень купил собаку и прячет ее от отца. Так, сын, мне надо с тобой серьезно поговорить. Да, конечно. Почему ты два раза в день выносишь мусор, А потом приносишь его обратно? Так я его проветриваю. А зачем тебе ошейник? Ошейник! Это мой карнавальный костюм. И что, тебя в нем в клуб пустили? Ну так он же не спортивный. Хорошо. А кто погрыз диван? А это бабуля? Ей-то зачем? Ну так карточный долг, дело чести. Ладно, сын, хватит. Я знаю, что ты завел собаку. Какой она хотя бы породы. Чем-то похоже на тебя, папа. Дома только спит и ест. А этот случай на днях мы наблюдали около роддома. Дорогая, кто? Наш чипулин золото. Ай, красавчик! Уже знакомый нам парень через 10 лет прячет от отца военного жену. Так, сын, ты где был? В кино. А зачем ты этот ковер с собой везде таскаешь? Я тебе больше скажу. Мы с ним умрем в один день. А зачем тебе ошейник? А зачем тебе ошейник? Это мне коллеги на день рождения подарили. А с шеейник? Ну я же на пучке России работаю. Что в посылке было, то и подарили. Так, сын, хватит. Я знаю, что ты женился. Она хотя бы красивая. Ну вот чем-то похожа на нашу собаку, то же рычит на меня и волосы по всей квартире. Ну я, давайте представим. Настоящий полковник собирается с семьей на отдых. Дети, папа собрал все скопившиеся отпуска за 17 лет. И теперь мы можем провести целых три дня вместе. Ты не делаешь папой? Ранят смирно, ранене на право. Товарищ муж, семья для развода на отдых построена. Жена, мать, хранительница очага всю жизнь тебе испортила. Стира, Татьяна Ивановна. Вольная, стой строй. Есть. Переходим к постановке задач. Дорогая, возьми с тобой коньяк, мясо и удочку. А удочка-то зачем? Ну ты ведь должна чем-то заниматься, пока я пью коньяк и ем мясо. Есть. Роман. Нет. Тебе надо покосить траву на месте дислокации. И для этого у тебя есть лопата. Ярослав, тебе нужно нарубить дров. И для этого у тебя есть лопата. Дорогая, тебе нужно выкопать яму под мусор. А может, все-таки копать лучше лопаты? Никак нет. Все лопаты заняты по предназначению. Угубь твои конфетные, конфетные пусы. Твой шум поднежный, нежный, разгонит груз. Я, товарищ генерал. Есть. Да, точно. Выезжаю. Семья меня вызывает на службу. До свидания. До свидания, товарищ Павел. Вы видите, дорогие друзья, в нашей семье все как в армии. Уже 17 лет пытаемся выехать на шашлык, а третью лопату так и не купили. Дамы и господа, вы знаете, наша команда заметила одну интересную сэкономерность. Еще ни разу за всю историю стратегического КВН мы не проигрывали в финале. Позвольте, но ведь это всего лишь первый финал стратегического КВН. Но традиция хорошая. Давайте не будем ее нарушать. Команда КВН 62.ру. Главное не форма, главное содержание. Кто-то отдыхает на головах, у кого-то матовый хорьер. А мы по полям на урале, мы с тобой братан в РУСН. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я понимаю, что некоторые семейные темы очень близки, находящиеся в зоне зоны войсковища, правда? Прекрасно. Дорогие друзья, организаторы и участники стратегического КВН выражают благодарность международной общественной организации «Союз ветеранов РУСН» в лице председателя генерал-майора запаса Селюнина Анатолия Семеновича. Дарья Семеновича, за поддержку в организации финальной игры сезона 2014 года. Давайте поаплодируем. АПЛОДИСМЕНТЫ Хотим показать, что организаторы и участники стратегического КВН-2014 надеются на стратегический КВН-2015. Ирия Михайлович, надеются. АПЛОДИСМЕНТЫ Прокусное выступление. Встречайте на сцене команда КВН «Чёртова дюжина» Олимпусской соединительной РСН. Первая РВА! Лучше всех, как всегда! Первая РВА! Лучше всех, как всегда! Мы начинаем. И вашему вниманию предоставится первая миниатюра «Поэтическое распределение». Так, заводите следующего. Товарищ полковник, я окончил вуз военный. Офицер я обалденный. Ротом не хочу служить. Что могу я предложить? В трёх дивизиях вакант. Застегни свой аксельбант. Вот дивизия восьмая. Посмотри, юрья какая! Вижу, водка ты не пил. Ну тогда тебе в Тайгию. Тайгию! Нет, пожалуй, не туда. Есть дивизия одна. А скажите, она где? Да почти в Караганде. Туда ехать на коне. Но служить ей просто класс. Пусти только лишь у нас. Свет, летающий пакет. Это наша петь. Сороцей на ЕС. О-о-о. То ли за деньги, то ли за еду, Себе я в узкие проведу. О-о-о-о. Понимаешь, что ты сейчас... Что я сбежал? Уйди! Господи! Вы точно хотите нас угромить? Есть что-нибудь о вежливых людях? У меня есть песня. Давай. У меня есть песня от вас замечательного человека. Сергей, Сергей, Шайку. Нам пришел Сергей, Сергей, Шайку. Нужно здесь. Шайку всегда выше туда, где ждет. Всегда нам где Шайку. Ты на успех. Сергей, Сергей, Шайку. Ну, допустим, враги к защитам. А я вот слышал, что в Госдуму пришел новый законопроект о том, что в армии можно служить сексуальным меньшинством. Ты сейчас это к чему вообще начал? Ну, давай песенку тогда споем. Ну, какую? Пелагиря. Для вас на сцене Пелагиря. Ну, что это такое? Не пойму, где моя пила? Кто тебя поймет? Вы следите, мои родители. Ешип нормальная, армейская. Есть случай в казарме. Случай в казарме? Посмотри, какая грязь. Здесь грязь. Скоро придется жена. Что нам делать? Что будем делать? Нам даже мыть нечем. Зато есть идея. Мистер Проблер! Простите, друзья, сегодня мы получим со с порошком. Армия, тропик наркотиков. Но это агитация. А я сказал шутку. Есть шутка? Все знают, как взлетает ракета Тополь. Все знают, как взлетает ракета Войгода. Но наша команда первыми узнала, как взлетает перспективно-ракетный комплекс Баргузин. Команда «Чертва дюжина», «Отглазина» и «Отутюжина». Команда «Чертва дюжина» и «Отглазина». Команда «Чертва дюжина» выражает благодарность за помощь и поддержку. командованием Оренбургского объединения, лицекомандующего генерал-лейтенанта Умая Анатолия Григорьевича и заместителем парового дистанционного состава полковника Лишая Николая Анатольевича. Это была команда КВН «Чёртова» визит. Вышло и совершает наше сегодняшнее стратегическое приветствие команда КВН «Славянский пазар». Город знаменит. Встречайте. Встречайте. Встречайте команда КВН «Славянский пазар», 4-й ГЦНП. Встречайте. Встречайте. Здравствуйте еще раз, дамы и господа. Вас приветствует команда КВН «Славянский пазар». И сразу хочу пояснить. В нашей команде Михаил, Егор, Роман и Кристина отвечают за «Славян». А остальные забыться. Ну что ж, давайте начнем наше гангстерское выступление. Поехали! Я рад приветствовать людей, которые готовы потратить несколько часов своего времени на полную ерунду. Кстати, о полной ерунде. Случай на уроке биологии. От обезьяны. От Бога. От обезьяны. От Бога. От обезьяны. Яковенко. Я тебе в тысячу раз повторяю. Я учитель. От Бога. Кто посмеется над следующим номером, автоматически отпустится пять грехов. Кавказец на битве экстрасенсов. Здрасте, Ляс. Перед вами 20 машин. В багажнике одной из машин спрятан в ажур консоли. И ваша задача его найти. Все понятно? Конечно. Приступайте. Отзури. Вау! Вот в этой машине. Следующий номер унисес понравится как мальчикам, так и девочкам на конкурсе красоты. Итак, победителем конкурса без нагресса у нас становится Юлия Петрова. Вау! Пууууу! Вау! А круто! Почему я? На месте преступления. Старший инспектор Иванов, страйш желает. Ну рассказывайте, что у вас здесь произошло. Все началось с того, с того, что от обезьян. А я разбогу. От обезьян, а блога от обезьян. Но я тут и не выдержал. И ударил его каской. Слабенько так. Раз в 200. Все с вами понятно. Придется вам проехать в обезьяне. Как вы все? Но не переживайте. Обезьяник у вас хороший. Я бы даже сказал, от бога. Следующий номер. Карпьяная школьница. Давайте над ней немного посмеемся. Битва экстрасенсов. Финал. Еще раз, здравствуйте, Ляс. Опять перед вами 20 машин. Опять в багажнике одной из машин спрятан в ваш дух Анзори. Только в этот раз Анзорик откликаться на своем имени Пути. Все понятно? Конечно. Приступайте. Анзорик! 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 Позвал 500 рублей. Поездали! Ну что это, нашел? Следующий номер, как фильмы для взрослых после полуночи. Приятно смотреть, но так хотелось бы и поучаствовать. Где-то на Ленинградке. Ну что, молодой человек, готовы? Готовы? Это наша первая девочка. Классика. Ты еще у меня? А это наша вторая девочка. Сказали, ты любительный сотики. А вторая тысяча. Троя. Это наша принцесса. Трибецова. О, а что там дорого? Она у нас вообще-то визнамецка. Она не напреждает нас. Ты делаешь, что будут ли, когда она тебя... Дорогие друзья, мы прерываем наше выступление из-за экстренного выпуска новостей. Террористы захватили здание с заложниками по улице Авиадров. И со мной на связи наш специальный корреспондент Кристина. Кристина, здравствуйте, Кристина. Как слышите меня, Кристина? Здравствуйте, Мусал. Слышу вас хорошо. Я веду прямой ремонтаж с местных событий. Рядом со мной командир специального назначения майор Дудка. Дудьку. Мне так и сказал. Ага. Товарищ майор, что вы можете рассказать нам по этому поводу? Ну что мы бы сказали? Террористы. Она злые. И берут заложников. А наши террористы, они выходцы с Северного Кавказа. И мы однозначно, однозначно будем штурмовать. Как штурмовать? Что нет более вежливых способов? Вежливых? Да, пожалуйста. Ассан, помогите! Лежат, борт, 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 борт! Аплодисменты. Ну а завершить наше выступление хотелось бы словами нашего командира, который ясно дал понять, что КВН у вас большое будущее. Он так и сказал. Езжайте, ребята, играйте, ребята. Военные из вас все равно никакие. Здесь Москва и все остальные. Ну и знамец, конечно же, с ними. Мы нереальны, как везда мультили. Мы на «Власеньке» вместе шутили. Чертого тюршек на Риге Большей-Сайфа. Базар слогаси, дружно старт и крест. Нас вместе дружно собрала Москва. У-у-у-у. Власенька, где бест? О, Боже, мама, неужели я в Москве? О, Боже, мама, на финале я уже? О, Боже, мама, знали, нет знакомых мест. Все очень трудно, потому что власти КЗП. О, Боже, мама, моя сражая, Сибирь-Сайфа, не готовь, не готовь, не готовь. Сибирь-Сайфа, сегодня полетят! Сибирь-Сайфа, сегодня полетят! Будем надеяться. Команда КВС «Славянский базар». Как вы понимаете, славян там очень много, но... На этом первый конкурс приветствия заканчивается, друзья мои. То есть все пять команд показали свои приветствия. Напоминаю, тема нашей сегодняшней игры – «Вежливость и убыдевая сила». Конкурс приветствия проходил под девизом «Вежливые мы». Я с удовольствием приглашаю самых вежливых людей сегодня на этой сцене. Команда КВС, прошу вас, выходите. Спасибо, спасибо. Ну что, сейчас максимальное внимание приковано к столу жюри, нашим уважаемым судьям. Напоминаю, что максимальная оценка за этот конкурс – пять баллов. Итак, сейчас на ваших глазах команды начнут зарабатывать первые баллы на сегодняшней нашей игре, которые пойдут в копилку сегодняшнего конкурса, финального конкурса стратегического КВН. Итак, пять баллов максимум. Первой на сцене была команда КВН «Ключ на старт». Прошу вашу оценку. Сосмите, четыре баллов. Спасибо. Итак, дальше. Команда КВН «Крэц» город Тим. Прошу оценку. Четыре, 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 три, четыре. Спасибо. Далее оценки для команды КВН «Крэц» 62.ру. Город Кружу. Прошу. Все среди за одного. Спасибо. Когда есть наша счетная комиссия, бывает, да, все хорошо. Замечательно. Дальше оценки команде КВН «Чертова дюжина». Прошу вас. Четыре, четыре, три, три, четыре. Спасибо. И, наконец, оценки для команды КВН «Сновенский базар». Прошу вас. Спасибо. Также готовы сказать первый результат, первый средний балл в копилочку команд. Прошу. Команда «Ключ на старт». Четыре балла ровно. Крэц. Три целых восемьдесятых баллов. Команда «Шестьдесят два.ру». Пять целых ровно. Команда «Чертова дюжина». Три целых шестьдесятых баллов. Команда «Словенский базар». Пять баллов ровно. Ну что, первые оценки, и первые оценки, друзья, вы уже получили. Хочу сказать, что, конечно, в завершении игры все может измениться. Возможно, все может измениться прямо сейчас. Потому что сейчас мы начинаем конкурс, который называем конкурс «Новостной». Я объясню вам, дорогие друзья, и я, в первую очередь, обращаюсь к зрителям, что в этом конкурсе команды по очереди подходят к микрофону и знакомят нас с вами на их суд с актуальными, интересными новостями из самых разнообразных сфер нашей с вами жизни. Итак, каждая команда выстреливает пятью шутками, подает пять новостей, жюри фиксирует, насколько какие у кого они удачные, и после этого оцениваем, так сказать, умение команд шутить литературно, я бы так сказал. Максимум за этот конкурс составляет четыре балла. Ну, пожалуй, начнем с команды «Ключ на старт». Прошу вас. В офицерском общежитии Академии РВСН появилось объявление «Покупайте цветные мелки от тараканов, насекомым смерть, детям радость». Центр «Милосердие. Доброе сердце» Академии РВСН провел благотворительную акцию в супермаркете. Для тех, кто покупал пиво в понедельник утром, кассир пикал потише. Рационализаторское бюро Академии РВСН выпустило новую винтовку для российских биатлонистов. Спортсмены остались довольны винтовкой, особенно ее подствольным гранатометом. Подсобное хозяйство Академии РВСН сообщает «Сегодня ночью Электрик Петров перепутал плюс с минусом и закачал в несчастных хоров все вчерашнее молоко». «Английский клуб Академии РВСН выступил на научном симпозиуме с интересным историческим фактом. Оказывается, внезапный порыв ветра делал шотландскую армию еще более устрашающей». «Спасибо. Тут были новости от команды «Крюч на старт» и далее «Крэц» в вашу очередь». «Сейчас тут 5 новостей от команды «Крэц». «Прошу». «Наконец-то в список запрещенных препаратов попал «Спайс». Но по досадному недоразумению, также в этот список попали «Олд Спайс», «Спайс Гёрлз», «Спайс Шаттлз» и «Спайс Джем». «Многие страны собираются бойкотировать предстоящий чемпионат мира по футболу в 2018 году в России». «У наших наконец-то появился реальный шанс!» «После срыва контракта на поставку «Мистрали» в Россию Франсуа Алла сыграл партию в гольф на палубе вертолета «Носса». «Это была самая дорогая партия в гольф в истории Франции!» «Многие называют женщину за рулем обезьяна с гранатой». «И нам очень интересно, как бы вы назвали женщину за рулем ядерной пусковой установки». «Лично мы предлагаем вариант...» «Уй! Всё!» «Все вы знаете известную фразу «Точность – вежливость королей». «И в разгар нефтяного кризиса» «Лично королю Саудовской Аравии мы намекаем, что точность – вежливость тополей». «Спасибо!» «В многодетной семье военного нет третьего и четвертого ребенка. Есть только первый, второй, первый, второй». «Суеверный водитель КамАЗа подумал, что пешеход не вырастет и переехал его обратно». «Очень жадная бабушка связала внуку свитер и не подарила». «Не бревно везешь!» – кричала девушка в маршрутке. На это ее парень только умынулся. «В ночном клубе прошла вечеринка специально для ОМОНа». «В разгар ночи в клуб ворвался отряд наркоманов и приказал всем двигаться!» «Спасибо!» «Спасибо!» «Спасибо, дружу!» «Чёртовой одежды, прошу вас!» «Чёртовой одежды, спасибо!» «А на болевшем!» «В России вчера было найдено лекарство от Эболы. Увы, наутро им похмелились!» «После премьеры фильма «Планета обезьян» в Америке президентом стал Барак Обама. «Только священник РВСН может благословить сатану!» «После постройки нового города в доме 2 на Сейншельских островах, американские авианосцы проплывают через лобное место!» «Первая американская ракета с батутным двигателем до сих пор прыгает и не летает!» «Спасибо!» 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 «Славянин давай!» «Новости Знаменска» «В Знаменске очень вежливый военным, упав в канализацию, закрыл за собой люк» «Прапорщик Иванов при жизни украл так много солярки, что в аду горел в два раза ярче» «Готовы?» «Заповедь кавказца при встрече с ОМОНом гласит» «Ударили по правочнике, беги, эти ребята жилеть не будут» «В Знаменске в одном помещении открылся клуб тайского бокса и тайского массажа» «Тайский бокс, тайский массаж» «Побил-помял, побил-помял» «На свадьбе голубь нагадил на платье невесты» «На счастье!» — сказал жених «Да на платье!» — сказала невеста Спасибо! Спасибо, спасибо, друзья! Ну что же, это был конкурс «Новости» Я думаю, что команды заслуживают посмотреть на оценку, которую они сейчас получат, да? Ну давайте, напоминаю, в жюри максимум 4 балла Итак, еще раз Готовы, да? Ну что, начинаем Так как команды и выступали Первые оценки для команды КВН «Ключ на старт» Прошу «Ключ на старт» «Ключ на старт» «Два, три, 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 три» Спасибо! «Далее оценки команды КВН «Кретс» Прошу вас!» «Четыре, четыре, три, четыре, четыре» Спасибо! «Оценки для команды 62.ru» Прошу «Три, четыре, 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 три» Спасибо! «Оценки для команды КВН «Чертова» «Тюжина»» Прошу «Три, три, 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 четыре» Спасибо! «Оценки для команды КВН «Край»» «Славянский базар» «Три, три, три, три» «Скорр» 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 «На следующий конкурс» Ну что, дорогие друзья, это было два конкурса, мы уже готовы объявить результаты за конкурс новостей и потом сумму за два конкурса. Готовы? Давай начнем с результата за конкурс новостей. Прошу. Ключ на старт 2,8 балла. Крэц 3,8 балла. 62.ру 3,6 балла. Крозова-Дюжина 3,2 балла. И Славянский базар 4 балла ровно. Ну и сумму, что у нас там получается после двух конкурсов. Давайте. Сумма за два конкурса. Ключ на старт 6,8 балла. Крэц 7,6 балла. 62.ру 8,6 балла. Чертова-Дюжина 6,8 балла. Славянский базар 9 баллов ровно. Ну вот такие результаты, такие результаты после двух конкурсов нашей сегодняшней программы. Напоминаю, мы с вами находимся на финале, на финале стратегического КВНа, на кубок командующего ракетными войсками стратегического возвращения. Кстати, вот этот кубок, сегодня одна из команд получит его подарок. Заслуженный подарок. Ну что, мы продолжаем. Я вижу, что команда готова. И мы с вами переходим к музыкальному конкурсу. Музыкальному конкурсу, конкурсу одной песни. То есть это конкурс, где команды используют в своем арсенале одну мелодию, известную для кого-то, для кого-то неизвестную, одним словом, более полюбившуюся им, мелодию одной песни, и попытаются о чем-то актуальном спеть. Главное, чтобы это было смешно. Итак, музыкальный конкурс. Мы начинаем музыкальный конкурс и приглашаем на сцену команду КВН 62.ру. Город Кузьмин. Дорогие друзья, в этом году полуостров Крым вошел в состав Российской Федерации. И многие страны тоже хотят стоять в одном строю с Россией. Но наша главная черта, что мы можем им вежливо отказать. Итак, мы представляем вашему вниманию кастинг стран, желающих войти в состав нашей Родины. Ну что, кто-то на вас первый. Проходите. Начнем кастинг. Приехали к Матрии и Дарам. Египет шлет во всем салам. Объединим гальян с самоваром. Поверим. Деньги в аппарат. Товарищи, здравствуйте. Сидите лучше дома. Круче аппарата нашего придумать уж нельзя. Деньги в нематерию, а вам их так отметим. До свидания, ребята. До свидания, друзья. От Бразилии Ора Амиго. От Бразилии Ора Амиго. Давайте бок о бок играть. Не повторяйте вы наших ошибок. Германию надо порывать. А, Бразилия, здравствуйте. Мы уже порвали. Наши в 45-м дыхание затаят. А как вы, в футбольный матч мы уже играли. Наш ответ простой. До свидания, друзья. И там, во всем с Востока, стало тесно в Китае нам жить. Отдайте земли нам немного. Мы знаем, чем вас уложить. Товарищи китайцы, мы, конечно, дружим. Но служу с душой вам. Душою не гря. Знаете, что, друзья, нам такой взрыв не нужен. До свидания. До свидания, друзья. У Европы тоже есть предложение. Очень просят европейцы и всех вас. Мы чувствуем холодов в привлежении. Которые мы, ну все, отдать за газ. Милая Европа, нам всего не надо. Есть у нас продукт болезней каждого сырья. Вятский квас, вот эта сила, вот она награда. Ну, а вы полерзнете. До свидания, друзья. США тоже хочет быть вместе. Кое-что мы забыли в Крыму. Эсминец наш стоит там на месте. Отдайте обратно, прошу. Америка, здравствуйте. Много вы хотите. Подойдут эсминцы наши к вашим берегам. И тогда на всех парад подальше вы бегите туда, где очень любят вас. Ну, например, в Иран. А ты чего? А я остаюсь. Это еще почему? А я Аляска. До свидания, друзья. Ну что, друзья, давайте в финалочку. Да, Россия, родная дешевая. Это лучшая в мире страна. У нас с коровоем встречают. И провожают гостя долбра. Но запомнить Южно-Северсель без исключения. Ступить на землю нашу каждый что-то не смог. Готовы к бою, днем и ночью. И нужно лишь маяния. Кополь М на запад, воевода на восточ. Команда КВН-62.ру. До свидания, друзья. Команда КВН-62.ру выражает благодарность за помощь и поддержку организации игры КВН сезона 2014 года. Командованию Ужурского соединения РВСН. И к молодежному центру ГЕЛИОС. Это была команда КВН-62.ру. Ужур, ваша бюджетная. И следующая, следующая выйдет на сцену. Команда КВН. Чёртова дюжина. Встречайте, Чёртова дюжина. Город Ясный. Рома, где музыка? Женя, нам тут вежливые люди вежливо намекнули, что фанеру использовать нельзя. А давай тогда импровизировать. Ребята, поддерживайте, да? Рома, кто в обид? Те, кто меня видит, поднимите руки. Я на сцене. Рома, там на звуке. Я вам расскажу, кто в команде есть. О каждом из них я хочу тут прочесть. Меня зовут Живот. Я проще паренёк. Виду я разъеду. Сдует меня ветром. Никаких проблем. Я просто молодец. Со мной удобно жить. Меня легко помыть. Представляю Сашу. Кушает он кашу. Ладно бы свою, да ещё и мою. Уничтожил всё, чебуреки, пенеши. Летом на рыбалке он скушал камыши. Бородик он крупный и сильный мальчичка. Он обрутился в талии с птичком. Это не шутка про грудь живота. Это подвечность желания рта. Коля красавчик деньги копил. Даже на хату кредит получил. Но повстречал он цыганку тут в грунт. Теперь его хата резиновый труп. Капитан команды. Это наш юрод. И как всё началось в старке пирожок. Самый лучший в мире наш командир. Это мы, когда уже захватим весь мир. Вместе соберёмся. Сразу будет шут. Есть у нас девчонка. Это просто мут. Только посмотрите на её вынюс. Сейчас у меня она похожа на качество пуст. Анечка, девчонка, красивая пиздец. Тело ведь не может заключаться в параге. Мы очень благодарны городу Ясну за встречу, за новое знакомство. Сейчас мы разъедемся по домам. Но не надо грустить. Потому что мы вернёмся в следующем году. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Выступает взводный хор Тельковской ракетной дивизии. Лирическая героическая кантата «О! Кнопка!» Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 В наш полигон ожидается очередная проверка из штаба РВСН. Как известно, строевой смотр является неотъемлемой частью любой проверки. И сейчас мы вам покажем мысли каждого из нас в строю. Холодный ветер в лицо, и снег под сапогами. Насмотрим мы с края днем, защитой вещь мешками. Есть у меня котелок, в планшете есть линейка, Но в фонаре, я знаю, села батарейка. Маршрутку я посадил, наклеил тонировку, С утра меня кто будил на эту запостолку. Но это не беда, и это не проблемка, А у моей буркина, села батарейка. Ренат, а ты че не поешь? Пока нам встало! Аптит подходит ко мне, но чем другие хуже? Ему не нужен планшет, и котелок не нужен. Он говорит, покажи фонарь свой поскорейка. Хочу проверить, хороша ли батарейка. Аптит подходит ко мне, ведь у тебя, как у меня, Родинка на губе. Нет у меня выходных, лишили премианы. И интенсивности нет, и уже нет желания. Жена без шубы сидит, в детовской телогрете. А все благодаря проклятой батарейке. Держись, дружище, Егор, мы все с тобою рядом. Командный дух наш силен, благодаря старятам. И ты ее отожжил, но все же всегда вернет. И не забудь полметь проверить, подарей путь. Ой-ой-ой-я-и-о, подарей нам. Ой-ой-ой-я-и-о, подарей нам. Сидеть на власти, где мы, и даем путь в финале. Домой мы завтра летим, и чтоб вы не проспали. Айфоны срезайте, чтоб утром рано стали. А то получится, да, будто вот типа в начале. И специально для комиссии командующего РСН. Четвертый полигон, как все ракетные войска стратегического назначения, имеют тройную систему резервирования. Вы готовы? Славяне поддерживают славян. Ну что ж, команда КВН «Славянский базар» выражает признательность за помощь и поддержку организации игр стратегического КВН сезона 2014 года командованию 4-го государственного центрального межвидового полигона и лично начальнику полигона генерал-майора Михалапу Леониду Александровичу. Ваши праздники. Это было про знамец. Команда КВН «Ключ на старт». «Ключ на старт!» Военная академия РСН выражает меня на должность за помощь и поддержку движения КВН командованию военной академии 2-го СН в виде Петра Великого и лично начальнику академии генерал-лейтенанту Федорову Виктору Адоровичу. Ну, коль я уже забыл, отдавая «Ключ на старт!» в самое время им выступать. Встречайте! Музыкальный конкурс. Команда КВН. Ключ на старт! Поехали! В последнее время к нашей стране со стороны Запада применяются различного рода санкции. Понимая свою ответственность за мир, воины-ракетчики решили обсудить сложившееся положение и высказать свое мнение по этому поводу. Наш музыкальный номер называется «А не позвонить ли нам на Запад?» «А не позвонить ли нам на Запад?» «А не позвонить ли нам на Запад?» «Дело было вечером, и делать было нечего, ведь нами безопасность континента обеспечена». Давно вы, ну типа в этом теннисе большом. Первые ракетки мира. Точно, с нами булава, сатана и тополь-энд. Если что, на санкции ответим без проблем. Но сначала позвоним и скажем. Хватит так, песица, жир. По-русски непонятно, учи язык чудак. И начальство позови со старым именем, барак. А мама не подходит? Ну тогда зови нам Меркель. Меркель? Кто такая Меркель? Ну так что, по-немецки говори. Я-я, всевух. Мы по-немецки помним только, как его, капуст. Короче, пацаны, звоним французам. Кому, братцово? А, другу Меркель. Ну да. А ну, пока мы тут поем и надрываем гланды. В мистрале, что проплаченные, ржавея гуаланда. Я однозначно вежливый, но, кажется, не только до драки. Пацаны, пацаны, сколько снается о вам? Я, конечно, не россий. Подожди, пусть премию совет вернет, блин, пацифист. Да, теплая лошадка. Тогда вообще, кого захватали? Ну хотя бы это джен-саки. А-а-а, вот это чудо. Давайте еще раз освежим память. Итак, в сегодняшней финальной игре на Кубах, на Кубах командующего НСН принимали участие Команда КВН «Ключ на Старо» — город Москва. Команда КВН «Крэц» — Тейкова. Команда КВН «62.ru» — город Ужон. Команда КВН «Чёртова дюжина» — город Ясный. Команда КВН «Словенский базар» — город Знать. Команда КВН «Чёртова дюжина» — город Великобритания. Команда КВН «Чёртова дюжина» — город Великобритания. Ну что? Ну что, друзья? Мы готовы с вами сейчас посмотреть на цели, которые мы заслужили за этот финальный конкурс. Финальный конкурс в финальной игре. Вот такой своего рода каламбур. Я напоминаю нашим уважаемым членам жюри, что за этот конкурс максимальная оценка составляет 6 баллов. Вот так. 6 баллов – это максимум за конкурс одной письки, музыкальный конкурс, который мы сегодня с вами смотрим. Итак, мы будем оценивать в порядке выхода команд на сцену. То есть, понимаете, о чем вы говорите, да? Итак, первая на сцене была команда КВН 62.ru. Прошу вас, оцените. 6, 5, 5, 5, 6. Спасибо. Следующая была команда КВН «Чёртова дюжина». Ваши оценки. Прошу. 4, 5, 5, 5, 4. Спасибо. Далее мы с вами оцениваем команду КВН «Сборда Тейхова». Команда КВН «Крэц». Прошу. 5, 5, 4, 5, 5. Спасибо. Далее, ваши оценки команду КВН «Сборда Тейхова». Прошу. Шесть, 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 пять, один. Ну и, наконец, оцените команды КВН ключ на старт. Хорошо. Я в студии шесть, молодцы. Ну что вы, друзья, пока счетная комиссия подсчитывает баллы. Я хотел, чтобы сейчас наши уважаемые члены жюри сказали несколько слов обо всем сегодня увиденном. Ваше мнение, что сегодня состоялось, насколько я понимаю, что такого рода события, то есть стратегических КВН, проводятся впервые. Он еще, судя по залу, недостаточно разрекламирован. То есть мы над этим, я надеюсь, вместе с вами поработаем. И следующие игры следующего сезона, 2015 года, позволят нам еще больше увеличить количество участников и максимально привлечь этому движению самые разнообразные воинские части и соединения ракетных войск стратегического назначения. Итак, я думаю, члены нашего уважаемого жюри готовы. С кого начнем? Игорь Владимирович, прошу вас. Да, как обычно, с одного края передали на другой. Я как бы не крайний, но все очень понравилось. Все здорово. Я за братьев жюри отвечать чисто сейчас не буду. Поэтому живо. Ну, где-то что-то было, не хватало драйва, может быть, у кого-то. Но это бывает. Главное, чтобы в дальнейшей службе у вас было все так, как это должно быть. Присутствовал юмор, рассудительность, чтобы у вас всегда было дома хорошо. Ну и с наступающим Новым годом всех участников этой замечательной игры сегодня. С праздником еще раз. С 55-летним. Александр Николаевич, полковник Нелетин, прошу вас. Дорогие друзья, код 55-летия ракетных войск стратегического назначения подходит к концу. Благодаря вашему позитиву, которому мы зарядили зал, все команды без исключения, мы завершаем этот год и входим в новый. Желаю всем в Новом году, приближающимся, с таким же огромным чувством позитивным продолжать свою службу на благо нашей Великой Родины. Дорогие друзья, огромное спасибо за то, что вы нам здесь сегодня показали. Все это видят, я так понимаю, ваши сослуживцы, в ваших дивизиях, на вашем славянском полигоне. Каждый из присутствующих здесь, в жюри, я готов, наверное, за каждого эти слова сказать. Все команды для нас одинаково дураги. Одинаково много связей у нас с каждой из войских частей, которые вы представляете. Там служат наши друзья. Одинаково много. И поверьте, в каждом из городов, откуда вы прибыли, есть наш корпус. Огромное спасибо. Ну а слово с объявлением ваших занятых мест, конечно же, будет доведено к главным руководителям вашего жюри. Спасибо. 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 Олег Людмич, прошу. Друзья, я очень рад, что я здесь присутствую сегодня. Буквально несколько дней назад я смотрел большой КВН, и сегодня я все-таки понял, что вы в чем-то даже лучше. Но сто процентов не хуже. Друзья, спасибо вам большое. Ура! Ура! Ну и снова выступлением хозяина, который принял нас в этом зале, будет в БДСК-гене. Вы мне, кстати, напоминаете о них пять детов по роду. Представляете? Вам вы горло-то подарки. Все поздравляют с Новым Годом. Юрий Иванович, прошу. Спасибо. Насыщет такая. Не так. Не так. Дорогие коллеги, ракетчики, у вас сегодня получилось все. Все, на чем вы работали, но единственное, не получилась разбитая бутылка. Ручи же. Одна не получилась. Молодцы. Вы все настроение, которое вы столько накапливали для нас, все его с успехом передали. Спасибо вам за это большое. И та традиция, которая зародилась в ракетных войсках, дай Бог, чтобы она оставалась долгие-долгие годы, и она приносила удовольствие, счастье, радость в наши семьи, во всех уголках нашей необъятной Родины. А славяне, конечно, сегодня утвердили, что вместе мы, наверное, сильнее. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, спасибо. Я, наверное, представитель, на сегодняшний день скажу чуть позже. Давайте, друзья, сейчас мы объявим пока результаты за музыкальный конкурс, если можно, да? А потом уже все оставим. Прошу. Итак, оценки, средний балл за музыкальный конкурс. Ключ на старт. Шесть баллов рома. Чурец. Четыре целых восемьдесятых баллов. Шестьдесят два точка ру. Пять целых четыридесятых баллов. Чёртова Южина. Четыре целых шестьдесятых баллов. Представленный базар пять целых восемьдесятых баллов. Четыре целых восемьдесятых баллов. Четыре целых восемьдесятых баллов. Четыре целых восемьдесятых баллов. Спасибо. Я с удовольствием приглашаю на эту сцену председателя сегодняшнего жюри, зависит от командующего ракетными войсками стратегического значения по работе с личным составом, полковника Филатова Андрея Михайловича. Прошу вас. Уважаемые товарищи, конечно, в КВН ракетчики стали играть не вчера и не один год назад. Но ракетные эмблемы на большом КВН появились именно год назад. И эти эмблемы принесла наша команда Военной Академии Ракетных Войск имени Петра Великого. Поэтому для них особые слова благодарности в том, что они достаточно высоко подняли знамя борьбы, знамя КВН. И в прошлом году они дошли до финала и достойно там выступили. Поэтому... Поэтому мы решили так. Раз одна команда может показать и выступить достойно, почему бы нам не развернуть это движение во всех ракетных войсках. И вот эту идею мы осуществили. И сегодня я с уверенностью могу сказать, что, может быть, зал был не совсем настоящим, но смех, шутки сегодня были настоящие, КВНовские, которым, я думаю, позавидуют и в большой игре, в большом КВН. И то настроение, которое сегодня создали нам наши команды, за которых мы все переживали и желали победы каждой команде. Я думаю, вот эти чувства, они должны сохраниться. И в следующем году, следующим командам мы будем желать одного, чтобы они радовали нас своим юмором и двигали наш главный бренд – ракетные войска стратегического назначения. Спасибо за игру. Друзья, ну что, мы начинаем, начинаем такую торжественную процедуру награждения. Итак, пятое место с активом 11.4. Четыре десятые балла взрывала команда Чёртова-Дюжевых. Четвёртое место и 12 целых четыре десятых балла взрывала команда КВН «Крэц». Четвёртое место и 12 целых восемь десятых балла взрывала команда КВН «Ключ» на старт. Чем же ISIS-МОН «Кπ»! ЧECT «Крэк-К rencont mars»! Чем же ISIS-МОН «Крэц!» Четвёртое место и 14 целых балла взрывала команда КВН «Крэц». Крэц. Чем же самого целых героев, Четвёртое место и 14 целых балла взрывала команда КВН «К commute», Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие друзья, я думаю, сегодняшний вечер такой душевный, теплый не состоялся бы, если бы его не вел наш сегодняшний замечательный ведущий Андрей Григорьевич Лобухин. Поэтому разрешите от имени командующего ракетными войсками стратегического назначения вручить ему вот это благодарственное письмо. Мы ждем его руководить КВН в следующем году. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 С праздником, здоровья, успехов, всего самого хорошего. Я приглашаю еще раз всех членов жюри на нашу сцену. Подборные аплодисменты для финальной фотографии с нашими командами. Прошу, друзья. Спасибо и до новых встреч. Всего доброго. Продолжение следует...